кто хоть раз попробует такую копченую рыбу все берегитесь берегитесь вызывает привыкание итак мы купили на ярмарке симу об этом я оставляла в лог у меня есть ссылочка будет в описании под видео вы сможете увидеть там все цены на рыбу которую мы купили креветки и так далее у меня сегодня будет 2 симы и 1 угольная рыба угольную рыбу в первый раз пробую в жизни и нам сказали что коптить коптить ее делать холодное копчение это наиболее вкусный вариант хотя она вкусна и так сама по себе чищу рыбу убираю голову рыба у меня немножко подмороженная поэтому чистить ее в принципе легко но мерзнут руки рыбу чищу всегда в перчатках ну мне так удобнее убираю жабры из головы поскольку голову мы тоже будем коптить значит прежде чем рыбу коптить ее нужно немножко посолить то есть рыба должна быть соленая я рыбу сильно не солю не делаю сильно соленой всегда делаю малосольную рыбу обычно на килограмм филе делаю такую смесь две столовые ложки соли три столовые ложки сахара и вот этой смесью я засыпаю килограмм филе но это примерно одна рыба будет далее я ставлю на просолку в данном случае так как у меня она уже разделанная на половинки и достаточно тоненькая хватит и одного дня я ее засолю накрою пленкой и поставлю в холодильник на день для того чтобы она просолилась в процессе засолки рыба потеряет еще некоторое количество влаги и мясо рыбы станет более плотным естественно вот эти все хребты я не выбрасываю и молоки тоже молоки очень вкусно положить фарш из красной рыбы и сделать котлеты как-нибудь я покажу вам этот рецепт обязательно кстати не забудьте подписаться на канал видео уже много на канале и о морском отдыхе о нашей даче в общем семейные влоги и много полезных всяких рецептов долевосточных и еще ожидает нас очень много всего интересного поэтому ждем вас на канале очень рады общаться и так рыбку я засаливаю и ставлю в холодильник на просолку нет я никогда не делаю никаких специй не лаврушку не перец николу мне кажется что хорошая свежая рыба сама по себе вкусно и я не люблю перебивать ее вкус и потом при сервировке можно положить и оливки и все что угодно накрываю пленкой и ставлю в холодильник друзья но так как мы живем возле моря не могу не показать вам наше японское море по полной рыбалку пупаемся и немножко на смотрим что сегодня найдет здесь вообще ракушки обычно собираем я уже показывала как мы готовили спизулу эта песчанка такая ракушка если что-то поймаем сегодня добро пожаловать добро пожаловать к нам на ужин вода сегодня опять теплая 23 градуса на улице попрохладнее 21 но тоже очень очень хорошо еще есть купающиеся люди водичка просто райская это мыслятлина мыс уходит вон туда далеко люди на рыбалку выходят вот с лодками серёжа взял с собой ружье тоже до ружье тоже взял мои вещи так а чем буду я заниматься это тут я а я буду читать книжку таши муляр мне осталось немножко ее дочитать дома не как-то так хочется поскорее поскорее и прочитать и уже скоро будет новая книжка у таши вот так что сегодня вот так вот на фоне моря вам мишку от даши снимаю ее все еще можно купить на зоне ну вот она я вам большой привет с берегов японского моря вот она море за мной красота я уже накупалась я старожу вещи серёжа придет еще раз пойду и скопнусь море вообще просто райское вот так вот мы ждали в принципе сентября я всегда жду обожаю купаться в сентябре на берегу уже никого нет туристы все разъехались можно приехать утром ну вот поехали сейчас одиннадцатый час чтобы немножко потеплело потому что все-таки ночью у нас уже прохладные где-то по утрам 15 градусов бывает но вот сейчас вообще припекает просто красота приезжайте к нам во владивосток в сентябре вообще просто вот так вот шикарно уже переоделись сейчас улов заберем он у нас тут покупался молодец улов они на самом деле воду выпшикивают что-то не спиже вот эти гребешки такие мощные лепонский гребешок штук пять может даже не очень сейчас покажу гребешок такой маленький как сюда дом вышел вперед сам по себе такой маленький большой не вырастет а покажи мы даже показывали я оставлю ссылку на видео прошлом году мы тут туристам из иркутска и прям здесь давали пробовать сережа сказал пытался подстрелить одного терпуга но он ушел он еще один погодный охотник тоже пошел с ружьем и с питомзой а вон там рыбаки кормят чайка не сразу чистят рыбу и поэтому они налетают требуху там съедают и вот лежишь и они кричат кричат бесконечные чайки это мы не будем сейчас приедем сразу почистим да и все и в духовочку они же прочистили с отраска там такая дорога сложная еще и тащить это с водой народу прибавилось мы пришли где-то часов в 11 12 было поменьше народу но вода как будто бы стала почище вода вообще просто кайф летом такой не не было всяком случае в июне у нас холоднее вода чем сентябре такой у нас сентябре бархатный сезон не жарко свежо такой ветерок даже такой приятный теплый теплый ветер а воскресенье у нас обещают уже сильный дождь опять поэтому может быть мы еще даже завтра хотя видите облака постоянно тянут видимо все-таки где-то тейхун натянет что воскресенье прям после обеда сильный дождь обещают поэтому после этого дождя я думаю что вода уже перемешается и будет не такая теплая но всяком случае не такая чистая точно пока очиститься уже будет не такая теплая поэтому но мы в этом году хорошо накупались и на катере ездили хорошее лето было хороший год до солнышко сережа сейчас воду выдувает чтобы нам не тащить ну все до встречи дома будем чистить и кушать вкуснятину тем временем рыба наша просолилась после того как она провела день в холодильнике я ее кладу на решетку и ставлю в духовку на режим конвекции духовку приоткрываю это надо нужно для того чтобы рыба подсохла и у нее не было влаги на поверхность вот мы начистили спеи зумы я что сделала я чесночок порезала у нас сегодня нет лимона обычно я уже показывала ломтик лимона кусочек чеснока кусочек сливочного масла но тем более серёжа не любит лимон поэтому мы сегодня вообще без лимона будем экономить вот чеснок домашний так в принципе как чистили спи зумы уже тоже много раз показали если что мы сейчас выявили что она сейчас такая жирненькая да прям столько мяса в лесу осенью у нее наполненность больше как-то мясо отъелась прям полную совсем раками списали что хорошо в ней практически все можно есть то есть там отходов небольшая только такая как кишка до проходит ты и убираешь и очень много вот язык целый такой большой в духовку в раскаленную буквально до закипания первые пузыречки все вытаскиваем и будем есть напомню что мы с вами делаем холодное копчение рыбы для этого у нас есть вот такой пассивный дымогенератор стоит он сущие копейки на алиэкспресс либо на сайте ем колбаски по моему 600 900 рублей его можно купить они бывают круглые у меня квадратные и используется специальная щипа сейчас я ее покажу с коптильную саму мы делали своими руками муж делал в принципе из остатков того что было я ему рассказала что должно быть и как правильно и он сколотил ее и уже два года мы ею пользоваться минимальные расходы максимально вкусно и полезно все получается я пока загрузила а сереже сейчас будет поджигать вот таким образом друзья чтобы не повторяться ссылку на обзор вот этой коптильни я оставлю внизу в описании видео сейчас в уголочке вы увидите тоже ссылку на это видео там подробно я рассказываю что находится внутри и для чего нужно в этой коптильне вы сможете сами своими руками и и сделать что загорелась все они все рыбу сейчас поставлю это внутрь ну ладно ставь сам все Играет музыка. Голову скинь, пока она в последнюю очередь их как-нибудь приспособлена. Двойная веревочка. Можно было вообще никаких веревочек не взять, зачем эти веревочки. И же есть эти. Крюшки острые. Мне кажется, на веревочках натюжнее. Ты как видишь, что она висит и касается другой нижней этой. Русский человек не материться не может. Они ругаются. Сейчас все наши зрители узнают, что лучше Тойота. Ну это же улучшенный Тойота. И так все знают. Короче, ты решил без веревочек все-таки. Зря деньги потратила, да? Да. Не знаю, зачем ты крючки. Сначала потратил деньги на крючки, потом на веревочки. Лишнее я у тебя делаю. Потому что сильно низко висит из-за этих веревочек. Красиво, конечно, спору нет. Так. Сейчас мы по центру голову повисим. Вот дымит наш этот дымогенератор. Вот так он потихонечку должен дымить. Дым пока вот это вот все набивает, пока он здесь все нагревает, становится уже сам холодным. И в результате у нас получается холодное копчение. Так как сейчас у нас на улице и так тепло, 25 где-то градусов. Для рыбы этого вполне достаточно. Мы ничего включать не будем. Печку обычно включаем в октябре, в ноябре, когда мясо коптим. Потому что для мяса нужно немножко повыше температура. Да, для рыбы вот этого достаточно. Ну вот, такого цвета она получается. И потом обязательно покажу, какого. Дым холодный. Сразу изначально идет. Дым абсолютно холодный. Это только ароматизация. И все. И здесь, в принципе, вы можете регулировать, насколько сильно вы хотите колер. То есть дым придаст колер и придаст аромат. Вы можете сделать две зарядки этого дымогенератора. Будет тогда более коричневая рыба у вас. Ну, мы обычно делаем одну. Нам вполне хватает этого и цвета, и аромата. Мы сильно не любим, чтобы было, как это сказать, сильно закопченное. Я чуть-чуть сейчас побольше сделаю. Какая-то остатка. Да. Пока разгорится вот так. Все. Ждем часов шесть. Такую щепу мелкую мы используем специальную. Ну, можно, наверное, не только на этом сайте покупать, где увидите. Ну, вот для таких пассивных лабиринтных дымогенераторов именно должна быть мелкая щепа. У меня она, к тому же, еще с можжевельником. Вот состав. Бук. Можжевельник. А, и тимьян даже еще. Есть такая же, просто, без специй, если не нужны специи. Но мне нравится. Часа через три мы решили проверить, что там происходит. Открываю. Коптильня прекрасно набита дымом. Ничего не погасло. Дымогенератор работает. Все хорошо. Прогорела половина щепы. Я все закрыла и оставила до полного сгорания. Сняли мы нашу рыбку с коптильни. Посмотрите, какая красота. Это угольная рыбка. Вот такая она стала золотистой. Это красная рыба. Друзья, я хочу сказать, что вы можете ее коптить. Смотрите, какая она жирненькая, такая, переливающаяся, красивая. Получилось, что у нас здесь две красные рыбы и вот угольная одна. Две горбуши. Я сняла видео. Естественно, вот вы посмотрели, как все это делается. Рецепт пропишу внизу. Мы сейчас все это обязательно попробуем. Аромат невероятный. У меня просто слюна течет. Хочу сказать, что вы можете таким способом коптить до цвета, который вам нравится. Если вы любите более золотистую рыбу, пожалуйста, делайте вторую загрузку дымогенератора. И будет вам более копченая рыба. У меня тут еще ужин готовится. Будет более копченая рыба. Мы любим вот такой мягкий цвет. Тонкий аромат копчения. Сейчас все попробуем. Так, 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 так. Меня, конечно, больше всего интересует угольная рыба, поскольку я ее никогда не пробовала. Вообще ни в каком виде. Но мне сказали, что в копчении она просто шикарная. Поэтому мы сейчас ее и попробуем. Я вот здесь хвостик в половину. Веревки зря привязывала. Так. Как пахнет. Ой, я тут слюной уже исхожу. Надо дегустировать. Пробуем. Угольная рыба. Вот такая беленькая. Получается. Это я от хвоста резала. Ой, запах просто вообще обалденный. Вкусная, жирная. Действительно, как палтус. Синекорый, жирный палтус. Очень вкусно. Сейчас красную попробуем. Короче, все были правы. Рыба шикарная. Вкусная. Жирненькая. Получается, что она дешевле, чем палтус. Вкуснотища. Все. Надо будет еще покупать. Чувствую, что мы сейчас съедим ее быстро-быстро. Сейчас вина нальем белого. Кто хоть раз попробует такую копченую рыбу, все. Берегитесь. Берегитесь. Вызывает привыкание. Прям такая вкуснотища. Прям такая вкуснотища. ой красота вот такая вот мы должны людям вкуснятину показать вот они получаются с пизула еще горячие буквально на 5 минут разогретую духовку вот маслица растаяла там сок сначала нужно выпить сальву на получилось хотя не стали ну так скажем морской воде она давно уже сколько часа полтора уже не было то есть ехала она на сухом ведре и потом в пресном в пресной воде чистилась поэтому по идее не должна уже быть соленая солененькая чувствуется вообще я руками предпочитаю ваша вилка не попадешь мягкая сладенькая такая сладко-соленая много мяса на визу ли вообще полная полная ракушка получается притом свежий кальмар есть обе обе створки полной вот такая вот наша прекрасная спизула она же песчанка народе все это за борт вот так вот 15 сентября покупались всем приятного аппетита